Культ поход Здравствуйте, друзья Мы с Николаем, когда анонсировали сегодняшний эфир в прошлом часе, я сказала, что это не совсем обычная для нас история Обычно мы рассказываем либо о мероприятиях каких-то, которые предстоят, либо о учреждениях культуры, так их назовем, которые работают У вас немножко история другая, то есть вы пока временно закрыты на реконструкцию Да, совершенно верно, Анна, я немножко расскажу поподробнее, наверное, почему мы закрыты и почему сейчас Ну, во-первых, здравствуйте еще раз, все уважаемые слушатели Нашему музею уже больше трех лет на самом деле То есть мы существовали на улице Преображенской, был у нас музей, но помещение было в коммерческой аренде Для музея сегодня это, к сожалению, тяжело Тяжело, да, скажем честно, тяжело И в свое время мы вышли в администрацию с просьбой помочь нам как-то пролоббировать помещение То есть, может быть, выделить какое-то помещение И было, по сути, два варианта То есть первое, это было помещение на Спасской, напротив музея мороженого, по-моему, да Мы с ним пролетели, но был шанс получить здание Кунцкамеры, бывшая Московская, 12 Вот это помещение, вот это здание, оно стоит уже достаточно долгий период времени Угу, и город никак не может его продать? Никак не может И нам было сделано предложение, есть конкретно вот даже письмо из министерства Что пропишите, пожалуйста, то есть вашу сферу деятельности И, в принципе, можно заехать как на некоммерческой аренде А вот как раз для музея есть законодательство, которое позволяет, в принципе, за небольшие деньги арендовать это помещение Вот, мы ждали-ждали-ждали год его примерно Но в итоге нам таким же официальным ответом было отказано И пригласили на коммерческую аренду, это больше 200 тысяч рублей Ну, для понимания, мы, конечно, то есть Ну, это вот для музея, да, это неподъемно Да, и остался один-единственный вариант Вот на Володарского сейчас мы переехали Рядом с художественным салоном Да, рядом с художественным салоном И когда я закрывал музей на ремонт, появилась идея сделать не совсем обычный музей Точнее, музей, которого ни в городе, ни в регионе не существует Их по России, может быть, один-два Мы делаем первый 5D-музей 5D? 5D-музей Вот Анна сомневалась, там 4D или 5D Анна, это все-таки эффект полного погружения В самовар В эпоху нашей старой вятки, конца 19-го века Это 6 тематических залах, выставок, которые будут рассказывать о, как раз о нашем кустарном производстве здесь на вятке О культуре чаепития городской и о культуре чаепития в деревне Также будет сделан зал славы Мы полностью восстановим одну из улиц нашей старой вятки И при посещении, вот как раз... Так, подождите, что значит полностью восстановим? То есть там человек, попадая в это помещение, будет на улице оказываться? Да, то есть мы заходим, это называется историческая реконструкция, которая даст зрителю понимание, что он действительно находится на улице То есть это реальный булыжник, по которому вы пойдете, это небольшой ветерок Это перспектива дальняя, которая вам визуально поможет представить, что вы действительно находитесь на улице А предметы там, то есть стены домов, вот это вот все тоже можно будет потрогать руками Да-да-да Подождите, но это же должно быть очень большое помещение, вот это вот, где будет находиться ваш музей Площадь достаточно большая должна быть. 200 квадратных метров у нас пока есть. Здание, которое отдавали, это было 560 квадратных метров. Оно бы, конечно, нам больше бы устроило. Но я оттолкиваюсь из того, что есть. По крайней мере, мы сделаем первый такой стартаповый проект. Посмотрим. Я хочу посмотреть, как он будет работать. Потому что, я вам скажу честно, каждый день мне звонят и говорят, когда вы откроетесь? Я сейчас сижу и думаю, как это возможно. Как это возможно, не могу пока сейчас. Это такая коллаборация современных технологий. Это дополненная реальность. Она будет. Мультимедийная составляющая. Это аромаэффекты, это визуальные эффекты, это звуковые эффекты. И вот комплексная нагрузка на человека она как раз и позволит окунуться. Это не будет музея в полном понимании, что вы зашли, купили билеты, пошли смотреть экспонаты. Это сеансы. То есть 10 человек покупают билет, ждут сеанс и заходят как в театр, как в кинотеатр. То есть сеанс длится порядка 35 минут, 40, и человек полностью погружается в историю нашей вятки, нашего кустарного производства. А реальное чай питье предусмотрено? Конечно. У нас есть дополнительно буфет. Мы его, кстати, тут запустили уже на День города. Он работает. То есть он уже частично, в ваш музей уже можно попасть. Да, да. То есть мы поэтапно, так как я, ну, к сожалению, не миллионер, я зарабатываю вот в реставрационной мастерской. Мы восстанавливаем самовары действительно по старым дедовским традициям. Мы их продаем и вот кое-как выживаем, то есть и вкладываем в ремонт деньги. То есть у вас эта история с самоварами и музеями, это основная ваша занятость, так сказать? Да, и она началась именно конкретно с реставрации. То есть я сначала занимался восстановлением самоваров, а потом лет шесть назад, семь, я подумал, так, стоп, почему о тульских самоварах говорят так много, а не говорят совершенно о наших вятских? Я походил по музеям, по краеведческим, посмотрел, что действительно, то есть это направление немножко размыто. Если Слободской краеведческий музей активно рассказывает о своих промышленников, то наши вятские, они немножко так стороной прошли. И я думаю, так, несправедливо. Есть тульские самовары, значит, есть вятские самовары, о которых, ну, как минимум, мы должны знать. И это был тяжелый, ведь труд кустарный, то есть это несколько мастеров, которые делали эти самовары. И я просто считал, что я обязан рассказать именно вот о этом направлении. То есть именно с точки зрения истории, да? С точки зрения, да. Это не музей самоваров, тут не надо путать. Мы не показываем коллекцию самоваров. Она у нас, конечно, есть, там, более ста самоваров, но основная задача – это показать именно историю производства самоваров у нас на вятке. То есть это историческое наследие, которое мы хотим раскрыть, показать в полном объеме. Слушайте, но вот если все-таки эти 100 самоваров, про которые вы говорите, если к ним обратиться, эти экспонаты, они у вас откуда? То есть вы их как-то там сбору по сусенке собирали в экспедициях каких-то? Кто-то жертвовал музею? Хороший вопрос, Анна. Особенность нашего музея заключается в том, что все экспонаты так или иначе привязаны к вятке. То есть каждый самовар либо делался у нас на вятке, либо принадлежал кому-то известной личности. Скажем, вот у нас есть в коллекции самовар, принадлежал, была известна династия медиков, скажем так, в поколении в 19 веке. Это Стрельниковы. Вот они, то есть это уровень общения губернатора, губернатора, то есть наши митрополиты, достаточно высокие должности занимали. Вот у нас как раз в коллекции есть самовар из этой семьи. То есть он рассказывает историю нашего вятского рода знаменитого. Он как-то передан был в музей, да? Или кто-то, может быть, у вас из коллег, из сотрудников, потомок. Да, знаете, как это происходит? То есть вот приходят иногда к нам в музей и говорят, слушайте, вот у нас есть самовар, он у нас был в семье всю жизнь. То есть мы можем его там, ну, либо продать, грубо говоря, потому что все музеи ведут закупочную деятельность, либо подарить. Ну, как правило, конечно, продают. Есть ли история такая, когда кто-то вам передает во временное пользование, например, экспонат? Нет. То есть вот у нас нет такого? Нет, у нас вся своя, да. То есть вы все-таки забираете и держите у себя его. То есть у вас как бы вот самовары, которые можно у вас увидеть, они все с историей, да? Каждый самовар с историей и каждый экспонат с историей. И эту историю можно услышать. Да. То есть не просто посмотреть, да, какой он там интересный. Ну, на предыдущих площадях в том музее мы были два года, у нас очень много было посетителей, и, конечно, то есть вот людям интересно, а это что, а это откуда. И экскурсовод, конечно, дополняет саму экскурсию вот каким-то там рассказом дополнительным. Много ли из этих ста самоваров работающие? То есть можно ли из них пить чай сейчас? Теоретически хотя бы. Нет, самовары все рабочие в своем принципе. Ну, мы же реставраторы, мы делаем для того, чтобы он действительно работал самоваром. Мы даем ему вторую жизнь. И, конечно, их можно топить, ими можно пользоваться. Но у нас для этой цели прямо отдельно там с десяток стоит, с которыми мы ездим на разные всероссийские фестивали там по чаю. То есть мы их возим с собой, топим. У нас есть самовар «Богатыри» на 40 литров. Мы его очень часто топим на городских мероприятиях, на дне города. Слушайте, а это вот так вот и есть, да, как на картинках и в кино показывают? Когда туда закидываются там, я не знаю, щепочки какие-то, уголек и прочее, а потом раздувается это все при помощи кирзового сапога сверху, насаженного на трубу. Кирзовые сапоги позже появились, чем самовары. Не знаю, возможно, да, ну не знаю, не валенки же. Как это происходит? Там кожа на сапоге были. Да, действительно, есть такой момент, но чаще сапог использовался не для розжига самовара, а, допустим, как говорили, подмолодить немножко. То есть мы уже выпили, угольки остались. Раздуть фламя. Да, раздуть мы, закладываем топливо, шишки, щепку и немножко можно было сапогом. Но для понимания сапог-то это не дешевое было удовольствие, а в то время и так вот прямо с ноги сдернуть сапог, это, ну, послушайте. Это кощунство какое-то по отношению сапогом. Все правильно. Для этого были трубы специальные для самоваров, то есть, в принципе, пользовались ими. Ну, сапогом, конечно, пользовались. Бывало еще такое, что выносили на, значит, на двор растопить самовар, и местные детвора, вот много-много детишек прямо ложились под самовар и в поддуало дули там. Да. Раздували. Серьезно. Ну, не хотелось сапог портить, поэтому сказали, ребята, давайте вот... Да и ребятам весело, понимаешь. Мы тут перед эфиром поговорили, я вспомнил, что я участвовал еще в детские годы, да, получилось так, что я смутно это помню, но и с самоваром и пили, самовар на самом деле разжигали, вот я не помню именно, как и что, это смутно помню, да. Но вот насчет подуй в поддувало, это я фразу помню прекрасно, да, вот это, оно именно отсюда и взялось. Одного ребенка хватало для этого? Или раньше семьи были большие? Семьи были большие, и когда во всех дворах послась тьма ребятишек, слушай, это же интересно, когда растапливают самовар, конечно, конечно. Это же сбегутся все, это же не у всех он был. Я-то, конечно, такого не застала, я помню уже электрический, самовары, они, конечно, в форме самовара, это все сохраняется, но там такой шнурочек, который как в электрочайнике включается в розетку. Такие у вас тоже есть или у вас только старинные? Нет, у нас, во-первых, несколько коллекций, я разделил коллекции на несколько, то есть это есть, конечно, угольные самовары. Несколько этапов, да? Да, дальше мы рассказываем про самоварное производство именно в СССР, все правильно вы сказали, и есть большая коллекция сувенирных самоваров. Это вот маленькие такие самоварчики. Маленькие-маленькие, да, такие, которые играли. Такой у нас тоже был в семье, и даже до сих пор подносик от него сохранился. И из электрических самоваров, конечно, хотелось бы отметить наш последний самовар, который сделали в Кирове в 89-м году на заводе «Авитек» 20-го портсъезда. Вот так и называется «Вятка», герб города Кирова, Кировской области. И вот, к сожалению, это был последний самовар, который... Последний, который сделали на «Вятке». Сделаем 40 секунд перерыва. И вернёмся к нашему гостю. Культпоход. Программа «Культпоход» продолжается. В нашей студии основатель музея «Вятского самовара» Евгений Комаров. Мы говорим о музее в его, не знаю, так сказать, ретроспективе, что ли. То есть от начала самого, от создания музея до последних вот нынешних времён, когда музей закрыт на реконструкцию. А после реконструкции, как обещает нам Евгений, это будет просто экспозиция в 5D, когда можно будет, заходя в помещение, оказаться на улице, походить ножками по булыжникам, потрогать стены домов. И Евгений сказал, что и аромотерапия так будет. Я подозреваю, что вы там будете какой-то запах пекарен создавать. Нет? В каждой комнате будет свой запах. Если мы заходим в мастерскую, то, конечно, хотелось бы, чтобы так и железом попахило. Сейчас, в принципе, технологии позволяют воспроизводить ароматы любые. Есть комната у нас европейская гостиная, которая рассказывает о истории происхождения вообще самоваров. Естественно, мы там услышим аромат французских духов. То есть Европа, 18 век, она выглядела именно так со своими ароматами. Поэтому это действительно интересный проект. И я вам скажу больше. То есть наш проект был отмечен в Москве как один из лучших проектов России. То есть мы попали в десятку как раз вот таких... Заголовок везде идет топ-12. По-русски говоря, в дюжину попали. Да, в дюжину. В дюжину лучших проектов. А вот я, кстати, хотела узнать, что это было на самом деле в Москве. То есть это был какой-то конкурс такой для самобытных музеев частных. Нет, нет, нет. Или это было... Про социальное предпринимательство. Да, это вот, кстати, тут буквально вчера приняли закон. В третьем чтении, да, социальное предпринимательство. И мы прямо очень-очень обрадовались этому. И как раз в Москве вот мы ездили на акселератор, так называемый, фонд поддержки социальных проектов. То есть там были не музеи, там были просто социальные проекты со всей России. Это Байкалка, Ленинград, это Мурманск, Хабаровск. Это реально очень сильные проекты, такие как Байкальская школа развития. То есть вот люди привозят туда. И мы решили со своим проектом тоже поучаствовать. То есть, так сказать, прокачать, посмотреть вообще, как люди делают проекты большие. И, конечно, это большой опыт. И на презентации мы действительно... То есть наша презентация была одна из самых лучших вообще всех. Было больше 500 проектов. И из этих 500 вот как раз золотая дюжина вышла. И мы оказались в их числе. Нет, ну это было неприятно такой залог прочитать. Безусловно, приятно было вообще. Да, ну там ведь еще всем победителям предоставляют как раз льготные кредиты, льготное кредитование, займы, что нам сейчас, конечно, необходимо. Тем более с такими проектами, да. Цена вопроса нашего проекта не совсем, ну не такая большая, скажем, но порядка 6 миллионов все-таки нам требуется для реализации... Ничего себе не такая большая. Это приличная сумма. Ну, слушайте, да, вот, допустим, развлекательные детские парки, там входной ценник порядка 10-15 миллионов. То есть мы делаем королевческие музеи, историческое, то есть культурное наследие нашего региона. Я считаю, что это вполне адекватные деньги. А вот сейчас мы про средства поговорим. То есть изначально проект, я так понимаю, начинался на вашем энтузиазме, ну то есть собственные средства вложенные, сейчас вы говорите льготные кредиты, еще что-то. Есть ли возможность получать какие-то гранты? Да, вот сейчас идет вторая волна подачи президентских грантов, и мы подаем, конечно, наш проект и на президентские гранты. То есть сейчас как раз... Это первый ваш опыт? То есть до этого у вас грантового финансирования не было? Никто не помогал? Ну вот как-то справлялись своими силами, но коммерческий ряд... Слушайте, ну 6 миллионов найти своими силами, это непросто, это надо что-то продать такое, чтобы что-то купить. А мы решили пойти по другому пути. Мы решили не продавать, а мы решили самостоятельно зарабатывать. То есть у нас ведь целый набор программ, которые сейчас работают. Мы запустили чайный буфет, он в стиле 19-й. Я вас, кстати, приглашаю попробовать натуральный сбитень. Анна Николаевна, приходите. Это как раз вот на Володарском. Да, рядом с галереей художника. Со скеликой художника. Да, уличная галерея художника, назовем так. У нас есть выездные программы, тоже они уникальны в своем роде. То есть мы ездим по детским садам, по школам, прямо монтируем выставки в удаленные уголки нашей области. То есть там Юрия Оричи, дети, которые не могут приехать сюда. В Киров музей. Да, и мы привозим, мы монтируем. То есть мы зарабатываем и на этом деньги. Мы проводим много мастер-классов, участвуем в разных программах. Вот, кстати, едем на Гренландию. То есть, пожалуйста, приходите. Мы там постоянно участники. Самовар будет. Да, там будет три вида сбитни. Это будет впервые такая дегустация прямо трех видов. Это имбирный, мятный и пихтовый, еловый. То есть можно попробовать. И мы ездим постоянно, ездим, ездим. И вот зарабатываем потихоньку вот эту копеечку, которая вся полностью уходит у нас в реконструкцию. Евгения, что за поездка в Сокольники? Это что такое там будет? В начале года, значит, на нас вышли организаторы вот как раз выставочного центра Сокольники с предложением поучаствовать в выставке частной музеи России. То есть туда были отобраны 100 частных музеев. И это будет первая такая, первая практика, первый опыт. Вообще даже в России не было аналогов. Они решили действительно... То есть вообще такая первая выставка. Да, они сделали огромный каталог. То есть нам уже на согласование его высылали. То есть это будет первый единый вот такой вот реестр частных музеев России. То есть для понимания, наш музей, это не я и П, там как открыл, да. Мы зарегистрированы в музеях России. Нам присылан определенный номер. Мы есть на сайтах музеев. То есть это достаточно серьезная история. И она как бы укладывается, в общем, в понятие частный музей. И вот как раз Сокольники нас пригласили. Действительно, вы сказали, да, 7-8 сентября будет большая вот такая грандиозная выставка всех частных музеев. И наш музей поедет представлять как раз Киров в Кировскую область. То есть от нашего региона, я так понимаю, мы одни едем. То есть это история какая-то такая, которая позволит вам какой-то приз выиграть. Или это вот исключительно просто себя показать для продвижения музея? Ну, во-первых... Предусмотрено ли у них какое-то... Конкретно организаторы не сказали, что какой-то будет приз. Но насколько я понимаю, то есть мы однозначно расскажем, там расскажем, что да, есть и у нас вот такие интересные частные музеи. Мы сейчас, кстати, готовим экспозицию на эту выставку. Хотелось бы показать наш регион очень красиво и выступить не по сравнению с наш край, грубо говоря. А вы изучали, Евгений, опыт других регионов, ну вот какие-то сходные с вами музеи? Может быть, они привлекают инвесторов, инвестиции из других регионов, из других областей? Возможно, мецената вы найдете в Сокольниках. Вполне возможно. Я, значит, смотрю на опыт многих музеев, я скажу, но в первую очередь тот музей Пастилы Коломенской меня как коммерческий проект заинтересовал. Но там сама администрация очень сильно поддерживает и развивает, потому что там туризм развит как раз вот на этой инфраструктуре. И моя задача, значит, первое, самое главное, что я хочу сделать, я хочу сделать, чтобы музей действительно зарабатывал. Я не хочу вот ходить брать кредиты, то есть не хочу. Я хочу, чтобы он действительно развивался самостоятельно и делал интересные проекты и программы. Поэтому музей как бизнес сегодня это актуально, то есть и это действительно нужно этим пользоваться. А это окупается? Просто вот, ну, какую надо сделать цену билетов, чтобы купить инвестиции в 6 миллионов? Там же куча проектов, которые не просто на продаже билетов, понимаете? Я понимаю, я понимаю, но все равно. И эти проекты, они гораздо более... Ну, Анна, вопрос хороший, то есть цену билета в нашем регионе, ее не надо делать большой. Высокая ее невозможность. Да, то есть, ну, это порядка 200 рублей стандартный какой-то будет билет. Но в чем уникальность еще нашего проекта, я бы скажу, все выставочные залы, вот эти, это одна единая фотозона. То есть там будут стоять восковые фигуры наших... Купцов? Городоначальников, купцов. То есть можно с нашим... Исторических вязких персонажей. Да, с нашим губернатором можно сделать фотографию. Ну, вот как раз за деньги можно сделать. То есть вот музею еще пойдет помощь. И какие-то фотосессии профессионально устраивать в настоящей одежде и в костюмах 19 века. Вот таким образом мы будем зарабатывать. Мероприятия какие-то проводить? Конечно, конечно. То есть у нас и буфет позволяет небольшие проводить там дни рождения, грубо говоря. И в самом музее то же самое. Мастер-классы платные у нас. Фандрайзинг, вот это ваша история или не ваша история? То есть собирать какие-то средства на поддержание жизни, работу, ремонт музея через, там, не знаю, какие-то сайты типа планеты и еще что-то? Понял. У нас есть отрицательный опыт. Мы на краунфайдинг сделали проект в январе. Мы, к сожалению, не успели. У нас есть и фильм снят, хороший такой ролик. Нужно было подать в декабре, перед Новым годом, когда люди более-менее лояльны. То есть, но у нас получилось так, что мы только в январе, в такой мертвый месяц. Когда все потратили все деньги. Мы пролетели, Анна, прямо с треском пролетели на краунфайдинге. И вот такой опыт у нас, конечно, есть. Мы подавали. С тех пор... Но пока неудачно. Да. Пока неудачно. Отрицательный результат тоже. Конечно, конечно. Мы научились прописывать проект, мы научились его презентовать, мы научились показывать его. Будете пробовать и дальше. А, думаю, надо дать... Пока президентский грант у нас... Пока это в приоритете. Надо дать нашему гостю немножко отдохнуть все-таки, думаю. Да, тем более, что гость наш пришел в нашу студию с прекрасными подарками, которые мы будем сейчас разыгрывать вместе с нашими слушателями. Да, да, расскажем вообще все наши подарки, расскажем. Напомним, телефон нашей студии 211-101. И огласим полный список. Давайте начнем, Евгений, что у нас? Я, ну, во-первых, я приготовил вам приз. Это книжка нашего музея, я дарю вашей радиостанции ведущим замечательным. У нас в редакции мы очень любим собирать такие вот... Я вам потом ее подпишу еще раз. И, значит, у нас два вопроса будет и два приза, которые я приготовил. Ну, во-первых, это наша книжка «Счастливое детство» Галины Столбовой. Она рассказывает о уникальном нашем скульпторе, которая жила, родилась в Вятке. Она работала на Ленинградском фарфоровом заводе и сделала серию статуэток «Счастливое детство». Слушайте, там вообще вот эти все фарфоровые статуэтки, за которыми охотятся коллекционеры... Вот они перед тобой, Анна, вот они перед тобой. Они все здесь, да. Она сделала 62 работы. Мы ездили в Питер, работали с архивом, нам предоставили прямо уникальные данные. Мы их впервые опубликовали здесь в оригинальном виде. Можно почитать... В общем, замечательно совершенно, англорбовая книга. Все, как работала она. Наизданная книга, да, отличная книга. И вдобавок, ну, так как мы любим чай пить, конечно, большая кружка под чай. Что за чай без кружки, да. С эмблемой музея. С эмблемой, да, нашего музея. И второй подарок. И второй приз, подарок, так как мы сами делаем нашу сувенирную продукцию, мы ее не закупаем. Здесь вот такой домовенок наш, вятский, с самоваром стоит, которого мы сделали. И Иван-чай, который мы тоже самое собираем здесь у нас на Вятке, в Орловском районе. Будет полезно попить чайку и вот поставить такую теплую керамическую статуэтку. Очень-очень красивую статуэтку. И конфетка, я вижу там. Конфетка обязательно. Это прекрасно оформленная подарочная такая история в целлофане с бантиком таким красивым золотистым, да, коробочка с чаем такая прекрасная. И домовенок, и конфетка. Я думаю, может быть, Евгений задаст вопрос сразу. А потом будем отслушивать. Да, а остальные призы потом скажем. Хорошо, ну давайте. Ну, давайте разыграем тогда, наверное, нашу книжку со стаканом. И мне бы хотелось у наших радиослушателей спросить, как вы думаете, а сколько стоил вообще наш вятский самовар вот как раз в 19 веке? Я, наверное, дам три варианта, значит, ответа. Да, сложно сообразить, потому что деньги и ценности свои меняли. Рубль 20, к примеру, 3,70 и 12,40. Это мы о каком самоваре говорим? То есть это обычный среднестатистический самовар? Да, обычный средний. Да, 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 да. Средний самовар, значит, рубль 20, 3,70 и 12,40. Конец 19 века. Конец 19 века. 211-101. Есть возможность, даже если вы не знаете правильного ответа, есть возможность угадать. А, показывает нам звукорежиссер, что надо нам идти на перерыв. Ну, хорошо, услышали полторы минуты, чтобы подумать. Да, услышали, чтобы подумать и залезть в гаджет. Культ поход. Продолжаем разговор с нашим гостем Евгением Комаровым, основателем музея Вятского Сувара. Евгения, вот напомните еще раз вопрос, который вы задали до перерыва. Или у нас уже есть звонок? Есть звонок. Тогда не напоминаете. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Надежда. Так, Надежда, вы будете угадывать или вы знаете правильный ответ? Нет, я хотела бы, чтобы вы напомнили... Варианты. Варианты, потому что, да, в рекламе. Конец 19 века. Средний статистический самовар на Вятке сколько мог стоить? Рубль 20, 3,70 или... 12,40. Или сколько последний? 12,40. 12 рублей 40 копеек. Конец 19 века. Я думаю, 3,70. 3,70. Это неправильный ответ. Вот Евгений качает головой, но мы не слышали. Мы всегда даем шанс исправиться. Вторая попытка, Надежда. Рубль 20 или 12,40? В конце 19 века. Да. Рубль 20. Нет? Нет? Ну что ж. Увы, Надежда, увы. Значит, увы, Надежда, вам не повезло, большему варианту дать уже не можно. Следующему человеку повезет. А вот знаешь, какой вариант? Мы сейчас больше никаких цифр не называем. Ага. Следующий человек только... Должен назвать. Только тоже. Должен назвать. Должен назвать. Сколько стоил самовар, среднестатистический самовар на Вятке в конце 19 века? Уже без подсказок. 211, 101, без подсказок. Ну давайте, вот прям цифру нам назовите. Пока нет звонка, да? Рубли, копейки? Нет пока. Нет желающих. Хорошо. Давай пока озвучим. Остальные призы? Да, конечно. Остальные призы. Билеты на любой фильм «Сианс кинотеатра. Дружба», билеты на любой фильм «Сианс кинотеатр. Смена». Я благодарю очень наших партнеров из Содружества кинотеатров «Смена и дружба», потому что они нашим слушателям дают возможность даже выбора. Вот какой район к ним ближе, туда они могут пойти на фильм «Сианс» любой фильм «Сианс». А вот есть желающий назвать цифру. Добрый день. Здравствуйте, это Светлана. Да, Светлана. Да, Светлана. Мой ответ – рубль 20. Вот, Светлана, извините. Светлана, вы невнимательно слушали наш эфир. Вы невнимательно слушаете, был всего, оставался всего один вагон, вы его не назвали. Рубль 20 выбыл. Это не бинго. А, ладно, ладно. Так что, Свет, извините, ни сегодня, ни ваш день. Мы ждем вариант правильный. Мы называли три варианта ответа, два из них выбыли. Не перечисляй больше. Я не буду перечислять, мы же ждем, когда нам назовут сумму. Мы пока читаем наш список призов. У нас прекрасные книги от магазина «Читай город», как всегда, вот просто изумительная. «Карл Саган. Мир полный демонов. Наука, как свеча во тьме». Это вообще бестселлер. Нью-Йорк Таймс. Мы уже обсудили книгу великолепная. Замечательная книга. Ограничение 16 плюс. 16 плюс, я как раз хотел сказать. Еще один бестселлер, это во Франции, перевод Максима Шаттама, книга «Имитатор». 18 плюс ограничения. Это детектив. Да, я понял. Но прекрасно оформленный, между прочим. Между прочим, да. И хорошо читаемый. И вообще книжка, которая прямо нам в тему, «Царские трапезы и забава». Это очень с нашей темой пересекается сегодняшней. Забавная, занимательная история о быте, нравах, развлечениях, торжествах и кулинарных пристрастиях русских царей. Это шикарно. Как ни странно, 18 плюс. Эти и другие книги. Ну там же игры и забавы. Да, эти книги вы можете купить в магазинах «Читай город», либо на Преображенской 65, либо на Ленина 103. У нас есть желающие? Да, назвать цифру. Добрый день. Вопрос на внимательность. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Олег. Олег. Ну, 12-40. Олег, внимательно слушает. Бинго. Да, Олег, вам достается замечательная совершенно книга «Счастливое детство». Галина Столбова и «Советский фарфор». Прекрасная книга. Прекрасная. Мы, наверное, подпишем Олегу. Да, замечательная кружка достается вам. Все это у нас в редакции на Московской 40. Пожалуйста, заходите. Спасибо за звонок. Вам повезло. И закончим. У нас остались пригласительные выставочные залы Вятского художественного музея. Там три сразу выставки. В прошлой программе про них рассказывали. Анри Матис «Взгляд», «Путешествие на север» — это искусство коми. И «Генератор вселенных» — это тоже такой интерактив с дополненной реальностью. А, и еще совсем забыл, конечно, нашу любимую «Галерею прогресса». Там выставка до 4 августа работает «Вятские традиции», совместный проект «Галереи прогресса» и «Вятского регоотделения Союза художников». На выставке ограничение 12+, 6+, и 0+. Да, это который в выставочном зале Вятского художественного музея. 0+, это «Галерея прогресса». Я напоминаю, что у нас еще замечательный пресс от нашего гостя Евгения Комарова. Это упаковка чая, «Иван-чая». То есть это необычный какой-то чай, который мы привыкли пить. Все-таки «Иван-чай» — кипрей, да? Кипрей, да. Это такая история очень вязкая, потому что собрано в Орловском районе, да, вы сказали? Да, да. Там сейчас, по-моему, специально уже выращивают водород. Ферментировано. Вы знаете, там до сих пор есть заброшенные деревни. Где он растет. Да, экология позволяет, в принципе, такой вот качественный чай собирать, ферментировать. Чистый природный чай, прекрасная фигурка домовенка и конфетка. Вот, конфетка, кстати, тоже прекрасно выглядит. Золотисто так. Так, ну что, мой вопрос теперь будет, да? У меня вопрос всегда музыкальный, но они сегодня тоже связаны с немножко так краем глаза с чайной церемонией. Ну, с чем-то таким. Ну, первый вопрос у нас будет про сладкий английский пирожок. Вот. Попрошу музыкальный пример. Это будет группа Led Zeppelin, между прочим. Замечательная группа. Вот, песенка называется «Пирожок с кремом». Да. Я назову рецепт этого крема. А нас слушатели пусть скажут, как он называется. Дам три варианта ответа. Чтобы получить такой крем, надо взбить 4 куриных яйца, немножко ванильного сахара, пол-литра молока, 200 граммов сахарного песка и 40 граммов пшеничной муки. Потом эту полученную смесь поставить на огонь и довести до кипения и сразу выключить. И вот получится крем. Три варианта названия. Это получится «Баварский крем», это получится «Заварной крем» или это получится «Белковый крем». Вот про этот самый крем – это самая песенка. Белковый, заварной или баварский. Что уже? Три вида крема. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр, да-да-да. Я думаю, что это все-таки заварной крем. Вы совершенно правильно. Почему-то так же подумал. Потому что ставишь на огонь. Он даже Николай подсказку дал. Он сказал, что надо довести до кипения. Если бы я не сказал, это был бы совсем другой уже рецепт. Совершенно правильный ответ. Да, песенка так и называется «Пирожок с заварным кремом». Да, кастер-пай. Какой приз вы хотите получить за ваш правильный ответ? А я бы сходил в смену в кино. Смену в кино? Да, пожалуйста, не кладите трубку. Наш продюсер запишет ваши контактные данные. И за билетом можно приходить к нам в редакцию на «Московскую 40». Мы продолжаем призы разыгрывать, потому что мы обязаны просто вручить нашим слушателям этот замечательный подарок от нашего гостя. Сейчас вопрос на специальный приз от Музея авиатского самовара. Евгений. Те, кто слушает нашу передачу с самого начала, будет проще. А те, кто нет, наверное, придется подумать. Вопрос. А сколько нашему музею лет вообще? Я дам тоже, наверное, три варианта. Ну, давайте дадим. Или не будем давать. Отдайте на всякий случай. Ну, давайте. Семь лет, год и три года. Семь лет, один год и три года. Сколько лет Музею авиатского самовара? Как давно он был ословлен? На внимание. Сегодня эта цифра звучала уже в эфире. Один год, три года, семь лет. 211, 101. 211, 101. Замечательный подарок. Вот. Замечательный подарок. Есть желающий. Здравствуйте. Добрый день. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Я хочу ответить на вопрос. Отвечайте. Три годика. Бинго. Я вас поздравляю. Вы угадали. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Ирина. 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 Вот этот прекрасный совершенно приз. Вы видели, как он оформлен. Конечно, сами себе позоветовали. Ирина, если не добежит сегодня до нас, она может увидеть это на нашем сайте. Мы после программы видео сегодня выложим. Можно посмотреть. Живьем увидит. Ирина придет. Ирина, приз этот приз уже ваш. Прекрасный чай, прекрасный домовенок, прекрасная конфетка. И ответ прекрасный. И ответ прекрасный. Николай, у вас есть ведь еще вопросы, да? Задавайте. У нас книги есть замечательные. Да, я опять же задам вопрос. На этот раз уже конкретно про чай. Дело в том, что раз уж про Ланзепплин речь пошла, давайте еще фрагмент песенки послушаем. Опять? Конечно. Что ж, другой уже на этот раз. Поет прекрасную песенку Роберт Плант, человек вообще с уникальным голосом, совершенно, который ни на что, ни кем не повторенный, ни на что не похожий. И вот этот человек для того, чтобы свой голос поддерживать в нужном состоянии, перед выходом на сцену, да, обязательно пил чай. Он же англичанин, как же без этого, да? Вот. Причем не просто чай. Чай был у него вот с добавочками. Вот я предложу три варианта. Первый вариант. Николай, подождите. У нас вообще-то запрещено продажа того, что детям вредно чай с добавочками. Слушай меня внимательно, чай с добавочками. Первый вариант. Это чай был с чабрецом и смородиной. А ты о чем подумала? Ты плохо думаешь про Роберт Плант, он голос берет. Нет, ну слушайте, ну вот просто я музыку послушаю, я примерно знаю, там, чем себя поддерживали товарищи, которые выходят на сцену. Поверь, человек, который сам зарабатывал вокалом, знаешь, вот это как раз садит голос очень сильно, о чем ты подумал. Чай. Чабрец, смородина. Чай, чабрец, смородина, чай, мед, лимон или чай, бергамот и апельсин. Вот его стандартный напиток, он всегда пил чай. С чем-то вот из этих вот трех ингредиентов. Но у меня есть предположение, конечно, на что это было. А сейчас послушаем, что у нас слушатель уже есть. Да, конечно. Добрый день. Алло. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня звать Владимир. Владимир, да. Ага, я думал, что бергамот, апельсин. Первый вариант неправильный, мы его не слышали. У вас остался чабрец, смородина, либо мед и лимон. Ну тогда мед и лимон. Совершенно верно. Вот, я так и подумала. Понятно, речь идет о горле, речь идет о горле, мед и лимон, да, он постоянно пил чай. Мед и лимон, да. Ну английский чай, он такой довольно сильно заваренный. Крепкий. Крепкий, очень крепкий чай. Практически заварка, как мы ее понимаем. А после этого на сцену, да? А после этого, да, на сцену. Слушайте, а говорят, что после чая с медом лучше под одеялом теплым лежать. Ну, там, знаешь, на сцене как раз наоборот. Анна, это больным людям. Это можно на сцену. Так что ответ совершенно правильный. Это был чай с медом и лимоном. Какой приз вы хотели бы получить? А что у нас есть? У нас есть три прекрасные книги и билеты либо на выставку, выставочный зал, либо в галерею прогрессивных. И еще есть кинотеатр «Дружба». Да. Театр «Дружба» и галерея прогресса. Галерея прогресса, выставочный зал, три выставки. Выставочный зал Вятского художественного музея. Там выставка «Матис», выставка «Путешествие на север». Я понял, знаю. И три прекрасные книги. Так, у меня билеты есть. Давайте в прогресс, что там будет? Галерея прогресса. Идет замечательная выставка «Вятские традиции». Совместный культурно-просветительский проект. Галерея прогресса и наше рекотделение Союза художников России. Очень интересно. Но в галерею прогресса всегда интересно. Там можно еще и остальные экспозиции посмотреть. В галерею. Давайте в галерею. В галерею. Пожалуйста, трубочку не кладите, оставьте ваши контактные данные, включая номер телефона нашему продюсеру. Мы обязательно в галерею прогресса передадим, и вы сможете сходить туда. Ну, я сейчас думаю, мы все-таки вернемся в наш музей. Да, у нас минутка остается до конца эфира, поэтому мы Евгению предоставляем возможность пригласить наших слушателей. Как вы сказали, короткий бриф. Короткий бриф, да. Сейчас это трендовое слово. Друзья, я, конечно, с удовольствием приглашаю посетить наш музей. Пока сама выставочная часть закрыта, но у нас есть достаточно интересный буфет с оригинальными напитками. Это из битни, сваренная по рецептам нашего авиатского края. И это, конечно, наши сувениры, вот приз, который сегодня был здесь. Ну, и в целом я обращаюсь к нашим радиослушателям. Тем, кому интересно, тем, кому важно, чтобы наша история сохранялась, чтобы наши дети помнили и знали как раз о культурном наследии. Мы сейчас активно ищем. И, значит, спонсорские поддержки, это, возможно, разное инвестирование, партнерство, любые взаимоотношения. Есть взаимоотношения, то есть... Разное, на разных условиях можно поучаствовать. Да, мы будем просто рады. И каждому, кто, в принципе, подскажет, поможет, может, словом, делом, может быть, кто-то захочет... Может быть, самоваром. Да, может быть, и самоваром. Может быть, поддержит нас в инвестиционном плане, конечно, это было бы очень приятно и полезно. Ну, а так, мы всегда рады всем. Мы очень часто бываем на всех региональных праздниках, поэтому обязательно увидимся. Вот увидите самовар, вот можете знать. И еще раз адрес скажите, да? Володарского, 99А. Рядом с художественным салоном. Да, рядом с художественным салоном. Рядом со сквером художников, да? Да, да. В общем-то, центр города, пожалуйста. Самый-самый центр города. Гауди, Победа, тут все у нас. Все рядом, да. Благодарим Евгения Комарова, основателя музея Вятского самовара. Надеемся, что ваша вот эта история с 5D-музеем, где можно будет прямо на улице ощутить себя. То есть мы с Анной надеемся, что мы там сможем побывать, да. Благодарю. Спасибо большое. Программа «Культпоход» на этом завершается. До свидания. Культпоход